Девушки отдыхают Девушки отдыхают А ты мне коньячку принеси с закусочкой А я подумаю, как мы будем отношения выстраивать А то я прыгну, понял? И кирдык твоим погонам За невинно убиенного подозреваемого Да за тебя мне только орден дадут Какой орден? Давай прыгай, счастливый полет Хрен тебе орден дадут Хрен мне орден? Я сейчас тебе помогу Эй Ты чё? Ты чё? Нет Я сейчас Пусти С ума сошёл Мужики, а что это вы не делаете? Чё, опять собеседование что ли? Да вот приёмы отрабатываем Работал? Какие приёмы? Неудачная попытка бегства через окно Ух ты, гляди-ка, сволочь, а Может зашить можно? Тварь, тварь ты Как ты твоему пиджачку хрен зашьёшь? Филипчук, ты же за мать часть ответственная Где решётки, а? Я звонил Звонил Ну вставай, Икар, общипанный Будем перья клеить Ха-ха-ха Верняк Назар говорил Их тут до хрена У меня в матрасе тоже полно клопов Было Да, тряпки надо вытряхивать, народ То есть твари Мигом расплодятся Ой, Акрам Видел бы ты нашу химичку? Вот ты и подари ей розы Ей будет приятно И она сразу подобреет Я же тебе никогда ничего плохого не советовал И всегда давал самые лучшие цветы Да, это точно Давай вот эти розовые Вот эти, да? Три Хорошо Раз Два Как насчёт этой? Розовые Три Так Минуту, минуту Куда ты? Подожди, я сейчас украшения возьму Ладно О, черныш Ребят, да вы чё? Мочи его Ну-ка, быстрее Называйте быстрее Акрам Акрам Акрам, миленький, что случилось? Не трогайте его Вдруг у него внутреннее клевотечение Ну и скорую вызвали? Вызвали уже Это Лукбек Что ты сказал? Что? Это всё его дела Подожди Подожди, сейчас приедут Сейчас приедут Чуть-чуть осталось Чуть-чуть Акрам знает Тот цвета Акрам Может помочь Врач-то есть? Врач, кто-нибудь Есть рядом? А вот ещё был Смешной случай Брали мы как-то Наркопритон Пап Да А хочешь, я сгоняю за мороженое? Ну И я не хочу Слушай, а давай телек посмотрим Ну брось, ну всё Хороший был парень Добрый Даже слишком добрый Но я этого так не оставлю Я им Как давили мы Фашистскую гадину Так И будем давить Только ты мне пообещай Что не будешь Распускать нюни Ну? А то сиди тут с тобой Всю ночь Нянь Здесь Всё в порядке Пап Ну и правильно Ну хорошо Жизнь знаешь Какая ещё длинная Столько всего будет ещё Улукбек Он сказал Улукбек Всё его дела Сущность негативности Наше глубоко агрессивное желание Чтобы вещи были иными Чем они есть Мы привязываемся Защищаем Нападаем И во всём этом Присутствует Чувство Собственной неполноценности Другими словами Мы броним мир За свою боль Это и есть негативность Ну Ну Чего? Как она? Хреново Да Слушай А где у нас Вашнегорске? Тусуются скинхеды Откуда же я знаю У нас же Ушнегорск Хм Чайни Питер А при чём тут Питер? При чём тут Питер? Хорошо Хорошо да Хорошо Если не скинхеды Кто зарезал мальчика? А Дуся точно ничего не видела? Если бы Только края муха Слочного Народ говорил Что где-то Тусуются лысые Где? А ты Лукбека знаешь? По-моему был такой царь В древней Персии Да Царь? История Седьмой класс И этот царь сейчас Работает На цветочном рынке Там раньше диски продавали Ноем А сейчас одни цветочки Так надо Посетить этого цветочника Сейчас Сейчас Крятку Не слышишь ни хрена Да, придурок? Алло Алло, Димон Привет, это я Слушай, нужна информация Твоя, да Как спеца по всяким там неформалам Хорошо, хорошо Давай, я подожду Ага, давай Сейчас все будет Доброе утро А все он слышит Так, а ну А ну И последнее Удар головой в лицо Этот удар Считается самым эффективным ударом Из всех предыдущих Нанесенный быстро Из близкого расстояния Он практически неотразим Этим мы и отличаемся От нацистов Что бьем только тех Кто этого заслужил С этим все ясно? Итак, с теоретической частью закончили Перейдем к практике Вы какого хрена его убили? Да так получилось, Назар Сука, дупи, заткнись Я тебя спрашиваю А что он первый начал? Я пошел, а он на меня Я тебя что видел? Просто отметелить, а ты? Блин, ну я не виноват, что... Вы вообще разницу понимаете? Нет? Я ему раз звезданул, а он загнулся Ну, случайно же Случайно? Весь город стоит на ушах Все бабки на лавках в курсе А про ваше случайно Но нас же не взяли Еще раз Я услышу о вашей самодеятельности Убью нахрен Это всех касается Ладно Одним торгашом меньше Че сидим? Кого ждем? Железо в руки Вперед работаем! Бойцы! Давай, давай! Эй, друг А как хозяина найти? Там он сидит Аллах, свидетель Не знаю даже чем Я могу вам помочь Помогите лучше Сами себе У вас парня здесь убили Среди бела дня А вы мне про Аллаха Я действительно не знаю Кто это был Его звали Акрам И перед смертью Он назвал ваше имя А? Вы уверены? То у меня тут еще Четыре улкбека работают И ни один из них Даже мухи не обидит Да я человек мирный Мое дело вот Цветы А Смотрите Гвоздика Шабо Красивая правда Вот про нее я могу Рассказать буквально все Ну абсолютно Ну а что до Акрама Ну что Ну талант его был малый Выручку неплохую имел Я у семьи Уже денег немножко послал Немного правда Насколько смог Надо же Может поможете Мою дочку из депрессии вывезти Ну поймите Ну я всего лишь торгую цветами Значит не хотите Помочь ни себе Ни мне Ну что ж Позвоните Когда передумаете А это вашей дочке Возьмите Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня ночью в районе каменного лога У подъезда собственного дома Был зверски убит студент ПТУ Аркадий Еловиков Приехавшая на место преступления Оперативно-следственная группа Насчитала на теле убитого Три ножевых ранения Следователи пока не готовы Назвать истинные мотивы преступления Но уже установили Что Еловиков состоял В так называемой группировке скинхедов По факту убийства Было возбуждено уголовное дело Ведется следствие Какой кошмар Сев! Слышь, три ножевых ранения Совсем еще мальчинка Зарезали, как свинью Сев, слышь? Сев, знаешь, что это значит, а? Это значит, что Кто-то очень плохо работает Я вас не слышу А еще опер Уполномоченный Да-да Открыто входите Эх, челевра Послушаю Узнал тебе митейку, не? Кто это? Да какая разница В следующий раз Сейчас будет твоя голова Понял? Да, Мелкий Хоть ты был и новый человек В нашей команде Нам всем будет тебя не хватать Назар Это война А что, у кого-то есть сомнения? Наш товарищ Стал жертвой кровной мести Они убили его Подло Из-за угла Жизнь Мелкого Стала платой за жизнь Какого-то грязного торгаша У нас есть выбор Мы или принимаем вызов Или бежим Как грязные Вонючие крысы Я не хочу быть крысой Я не хочу быть крысой Хорош Становится нашим полем битвы Они хотят войны И получат Здорово, Димон Какие голуби? Да нафиг они мне нужны Нет, нам Мне эти не нужны Нет Мне бритоголовых бы А Такие бывают? Ага Ищи дальше Ищи дальше Ага Информатор Ага Стукачок Вроде того Слушай, у тебя свой стукачок Просто ты в моих глазах растешь С каждым днем Да Кочкин, здорово Саня, я к тебе Ты же копаешь под Лукбека, да? Управляющего рынком, да? Так вот Лукбек недавно поссорился Со своим деловым партнером Надаром Ну История страшная была Чуть до драки Дело не дошло В общем, этот Надар Теперь на рынке не работает Понимаешь? Все Все Ну да Ага Спасибо, Федя Ага Ты нам очень помог Правда? Правда Вот А это что? А это я Дусе принес Кино Экранизирует уголовные дела Там Всякие Двое Там Кино Спасибо, спасибо, Федя А Пойду Кочкин Угу Надар Не работает Лукбек остался А грустно было бы жить без Филипчака, да? А что, я с Китиной опять нажралась? Это он за мелкую переживает Пусть проспится до утра Да ладно, что Пусть продрыхнется Мы и без него справимся Слышь ты, не учи отца Ага Давай я сам разберусь С чем справиться Сюда подошли Давай, давай, давай Короче, смотрим Здесь у входа есть палатка Она единственная Обита вагонкой Чем? Что, тупой, что ли? Деревом обит Рты позакрывали Слушаем дальше Остальные палатки Обиты металлическими листами Жебраны вроде вас Должны понимать Что металл не горит Так, ну с этим вроде все Все, парень, давайте Как стемнеет Ноги в руки И на рынок Назар, мы тебя уважаем Но я одного понять не могу Почему нельзя завалить всех И сразу Потому что ты тупой Мчить тоже надо с умом Не всех сразу А по очереди Назар, ты чума вообще Македонский Кто? Македонский А, ну, да Так, что еще? Там с переука есть проход Пойдете через него А то ведь я знаю вас Вы же можете как бараны Пойти через главные ворота, да? Все, давай Собирайтесь Может, хоть чаю попьешь? Папа конфетки Твои любимые купил Ммм, вкуснота Не хочу А вот еще случай был Забросили нас как-то на Луну Секретный проект Папа Я был капитан Не смешно Да Ну, да Слушай, я же тебе киношку принес Филипчук передал Блюд комедии Обхохочешься У них все за правду Про миссионеров Они там и людей убивают И наркоманами становятся И Осталось только Посмотрим? Можно Кстати У меня появились зацепки Ммм Ммм Пш! Парни, парни! Вагонка! Парни, парни! Ахмед, скажи всем, что сегодня рынок работать не будет. Слушай, а мне эти тюльпанчики так хорошо шли! Кто-то не хочет, чтобы они шли. Но люди важнее цветов, Ахмед. Как скажешь, Бекова, все будет сделано. Да. Ах, это вы? Что вы хотите? Поговорить? Это можно. Сейчас буду. Дуся, ты в школу собираешься или нет? Опа, не понял. А что мы разлеглись? Мне как-то не хорошо. Ну-ка, дай. У тебя жар. Я пойду к второму уроку. К какому второму уроку? Ты что? Все? Ты заболела? Так, тревога. Где наша аптечка? Аптечка. Так, помню я. Ну, я же помню. Ну, я же помню. КОНЕЦ Алло, да, Дикий. Че, что-то серьезное? Ладно, давай, сейчас еду. Подними. Ну, понял. Сейчас поймешь. Аптечка. Оставьте его! С тобой все нормально. Не ранен? Оставьте. Он всего лишь продукт своей среды. Ни я, ни вот тут уже ничем не поможет. Да? А, я смотрю, вы гуманист. Вы для этого моему напарнику звонили? А, так вы от капитана Дищенко. Ага. Я уже жалею, что ему звонил. А вот я ничуть не жалею. Ничего? Не хотите мне объяснить, а? Все, что я хочу, это только торговать цветами. Сколько вам уже можно объяснять? Это вы вот этому товарищу объясните? Ага. Ну, тогда мне просто придется делиться, как и все остальные это делают. Ну, как знаете. Это чувата. Это у нас от головы. Ничего. Сейчас, 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 сейчас. Пап, можешь скорую вызвать? Зачем нам скорую? Сейчас папа тебя вылечит. Сейчас что-нибудь такое выпьем. И сразу на поправку. Так, йод, йод. Это не простуда. А что? Откуда ты знаешь? Простуда это не простуда. Вот. Кто нам поможет узнать истину? Старый, добрый градусник. Что я? Градусником собираешься лечить? А что? Меня лечили и жив-здоров. Ставь. Ждем. Знаешь, когда простуда, долго ждать ей не надо. Он сразу быстро покажет. Поэтому давай, показывай. 36,6. Не понимаю ничего. Если это не простуда, тогда что? Хандра. А, хандра. Знаешь, у меня тоже хандра. Есть у меня от хандры один бальзамчик. Заговоренный. Теща Кочкина передала. Два литра. А? Угу. Ну, все. Вера! Вера! Нет, очень... Кочкина! Слушай. Кочкина, ты что, с ума сошел? Между прочим, это реагенты. Мне очень нужно снять отпечатки вот отсюда. Вот прям, ну вот как. Дикий очень просил. Говорит, Звонарева, настоящая женщина. А настоящая женщина не имеет привычки отказывать. Что? Вот. Это Дикий так сказал? Эм, э, да. А еще он сказал, что, в общем, если я как дурак тут вломлюсь и нахимичем, то чтобы ты меня простила. Так, ладно, все пилы, клади бы, пожалуйста, сюда. И давай, уматывай отсюда. Спасибо, ты настоящая, еще и друг. Кочкин. Спасибо. Кочкин. Алло, да. Здорово, Дима. Ну что, какие новости? Качки, говоришь? О, хорошо. Есть им записатель? Нет. Ладно, давай, запомню так, ага. Каменный лог, дом 2. Окей, спасибо, Димон. Ильичок, а ты к Звонареву, что ли? Ну. Ну-ну. Ну-ну. В каком смысле? Кочкин. А вдруг кто из них припрется сюда? Боишься? Ты что-то тупой, что ли? Как они узнают, где мы? Про нас паячки только и говорят. Менты в округе шарят. Уже каждая собака знает, кто убил того торгашей, лежит в палатку, он убег. Если тебя не заткнешься, то будешь следующим. Эй, ой-ой-ой-ой-ой. Хорош кусаться, пионеры. Нам мелкого хватит. Какие люди. Где был? Дела. Дела. Ну-ка иди сюда. Сюда подойди. Ну. Вдохни. Вдохни, я сказал. Дела он делал. Опять нажался, как скотина. Я задолбался тебе объяснять, что водка запрещена. Пошел вон. Назар, Назар, прости. Ну, падла и буду. Больше ни капли алкоголя в рот не возьму. Ну, прости. Ну, не гони меня. Я тебе сказал, свалил. Назар, ну, может, ты зря-то? Не понял. Что? Ты за ним решил? Адвокат хренов. Ладно, все. На сегодня берем тайм-аут. Завтра видно будет. Приберитесь здесь. Здравствуй, Назар. Это Бек. Зато я вовсе не рад тебя слышать. Ну, только делать мне ничего другого не остается. Эй, не печалься. Лукбек, ага. Ага. Ведь как говорят. Старый друг лучше новых двух. Да, я согласен. Ну, все. Давай вечером увидимся. Давай вечером увидимся. Так, заткнись. Че, черныш? Говорить-то будем? Какой черныш? Я вообще-то рыжий. Славянин я. Я тебя, козел, запомнил. Я тебя тоже запомнил. Шли бы, ребята, лучше учиться. Ты че, мама, что ли? Вообще-то я из милиции. Держите меня. А главное, у тебя Казбек, да? Че, не веришь? У меня документы есть. Все-ка, слушай. Может, он в натуре мент. Гляньте. Ну что, где к силе твоя мент? Наверное, дома забыл. У Казбека. Ну, че, пацаны, че с ним делать будем? Думаю, надо Назара дождаться, по-любе. А я думаю, мочить надо. Отпечаточки у нас имеются двух видов. Одни принадлежат некому Секанину, Владимиру Павловичу. Ну, ничего интересного. А вот второй товарищ куда интереснее. Посмотри. Ну-ка. Чичинадзе Надар Зурабович. Он самый. Чичинадзе. В 90-е годы был судим за разбой и рыночный рэкет. В общем, знаешь, товарищ серьезный. Угу. Вера, привет. Привет. А, и ты здесь? Здравствуй, Сянчик. Здравствуй. Что значит и ты? Что? Я здесь, потому что я... У нас здесь преступник Чичинадзе, Надар Зурабович. А? Бандит, бандюк. А ты чего здесь? Я? Кафе открылось за углом и... Чтобы... Я хотел пригласить в кафе. Нет. Просто одному выйти и... И как-то я вот... Чичинадзе, это смешная фамилия. Не тот, который бордель содержал на Каменном Логу. Какой бордель? Какой кафе? Кафе находится за углом. А бордель... Ребят. Бордель на улице Каменный Лог, дом 2. Туда Кочкин сейчас поехал. Кафе? Бордель Кочкин поехал. Бордель. Ах, Кочкин, Кочкин. Кочкин, Кочкин. Абонент недоступен. Казбек. Ну вот и все. Ну вот и даешь, а. Ну что, козел, выбирай. Стою будешь умирать или на коленях. Ребята, зачем же вы такое мерзкое пиво пьете? Че ты сказал? Тебя давно по кускам не собирали. А че мысль? Давайте у Касбеку сдадим. Он нам за него баблу отвалит. Тебе че, мелкого мало что ли, а? Стоп, Света. А если он правда мент, тогда нам нельзя его валить. Нас сразу повяжут. Давай лучше Назару позвоним. Пошли все в ж... А тебя я на угли посажу. Будешь гореть, как та вонючая палатка. Ага, то есть палатку тоже вы спалили? Да, мы. И этого вашего еще. Ну вот и. Черного брата тоже мы. Помню, когда у него черепушка, как этот, как гнилый арбуз, встречал, когда я его, а? Привет. Ммм, санитары леса. Ну ничего, скоро вас научат родину любить по-настоящему. Ничего. Да, кстати, вы все арестованы. Для тех, кто не понял. Угу. Значит, не со знанку будем играть. Я имею право на один звонок. Я смотрел учебные фильмы. А про фашистов ты фильмы смотрел? Про концлагеря, а? А про холокост? Сань, там второй, чистосердечный, пишут. Он говорит, что не убивал того парня. Его просто не было в тот день на рынке. Да? Да. Замечательно. Ишкочкин, а ты говорил, что этот самый разговорчивый. Ошибся, видать? Ничего, лет десять за убийство посидишь, разговоришься. Ты посмотри, кого ты покрываешь. Его зовут Нодар Зурабович Чичинадзе. Он такой же скинхед, как я. Или как вот они. Как все мы вместе взятые. Ты понимаешь, что он вас использует, а вы рады стараться, как дурачки? Он вашими руками убивает людей. Живых людей, ты понимаешь? И у каждого из них есть мать. И не важно, русский он, казах, узбек, не важно. О, Господи, как страшно жить. Что ты сказал? Как страшно жить. Тренажевых ранений. Как погиб ваш товарищ? Черные его убили. Измейся за то, что мы козла этого вонючего замочили. Что тебе это сказал? Кто сказал? Назар. 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 Кочкин, ну пойми, я не волшебник. Понимаешь? Не волшебник. Даже если тело еще не захоронили и мы обойдемся без эксгумаций, все равно нужно делать анализ на живого ранения. Это тебе не пальчики снимать. Фух, Господи, засада. Ну я же просто уверен, что этот надар парня прирезал. Стало быть, остается только блефовать. Я вот другого понять не могу. Нафига ему этот рынок сдался? Ну что, его крышевать будет? Не знаю. Слушай, ну ты, Кочкин, прям в рубашке родился. Тоже не в футболке, точно. Ты даже не представляешь, что эти молокососы могли бы сделать. Я один раз замечание сделал, потом неделю кровью. Они ни в чем не виноваты. Они всего лишь продукт своей среды. Знаете что, среда средой, а шею мыть надо. Этот надар, еще тот фрукт, между прочим, в 98-м он проходил по одному крупному делу наркоторговцев, свидетелем. Так вот, я думаю, что ему важно выйти на рынок для того, чтобы распространять... Стоп, 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 стоп. Тихо, тихо, ребята. Я все понял, я все разгадал. Ему же просто-напросто надо выйти на рынок, чтобы там, среди своих, сбывать свой товар. А это я вам скажу, золотая жила. Он все понял, он все разгадал. Угу. Ой. Да, Улубек, ну и жлоб ты. Я, 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 я честный человек. Да. Да, я торгую цветами. У меня нет денег на золотой фотолок. Ну, ничего, скоро будет. Я боюсь недолго, тебе быть честным. Что это? Ведь, как говорится, в этой стране честность и богатство это абсолютно два разных понятия, несовместимые друг с другом. Ага. Да. Тогда, быть может, лучше тебе сменить страну? Наташа, Чеченат, заверистованные. Можете... Можете хранить молчание и все, что бы. А, вы про сумку? Я ее нашел. Не, правда, честное слово, пять минут назад и несу, сдавайте органам. А, а я нашел вот это. Что это? Это нож, в котором ты зарядал парня. Узнаешь его? По глазам вижу, что узнаешь. А ты, дурак, думал, что нам нужна твоя наркота? Да, хорош, какой нож. Первый раз вижу. Начальник, ничего не докажете. А доказывать ничего не надо. Экспертиза уже давно-давно все доказала. Иди. Давай, давай, одевай. Сука. Руки, руки. Сука. Ненавижу я тебя, понял? Страну вашу порываю. Народ ваш ненавижу. Пистолет! Родину не любишь. А я люблю свою родину. И маму, и папу, и тюшу свою люблю. Понял? И Ларису, и дикого я люблю. И себя немного. Вот так вот. Все. Правильно, Сева. Родина. Наша мать. Понял? Привет. Привет, папа. А у нас еще водка в доме есть? Зачем тебе? Я никак не могу выделить из С2H5OH тринитрохлорпласт полиуретан. А который час? Без пятидесяти. Вот и вылечил папу свою. Андру. Пап, папа, у меня экзамен по химии. Я уж сама ничего здесь не понимаю. Ну что ты как неродной? Ну и где ты был? На задании. На каком задании? На опасном. Да? Я звонила Кочкину, он сказал, что ты должен быть дома. Знаешь ли, не на все опасные задания я беру Кочкина. А с телефоном что случилось? С ним? Ты там деньги закончишь, не знаю. Ты что, кровь что ли? Да, кровь. Все дело папу на задании. Ну что, папа спасает мир. Пулечки. Все. Понятно. Поняла ты. Кто она? Какой озабочивый занимается? Пап, ты, конечно, дикий, но такой наивный. Я в школу. Можно было бы с папой повежливее чуть-чуть. Папа тебе все, последние трусы готов отдать. А что, собственно, произошло? Я что, пиво не могу с друзьями попить? Вечерком. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА